Новость об ужесточении мер наказания к так называемым воздушным хулиганам обсуждают в России уже на протяжении трех лет. Опыт зарубежных коллег все-таки решили использовать и на территории нашей страны. По словам представителей Международного аэропорта Казани, они и так стараются не допускать до регистрации людей в нетрезвом состоянии. А благодаря новым поправкам эти люди даже не смогут купить билеты. Если пассажир проявляет явную агрессию, находится в состоянии алкогольного опьянения, координация движения его нарушена, то агент регистрации вызывает представителя полиции и представителя авиакомпании, которые вправе уже решать, снимать пассажира или нет. Нетрезвые, а порой даже неадекватные пассажиры наносят вред не только себе, но и другим участникам полета. Последний серьезный случай произошел в Казани в 2015 году. Тогда из-за недопустимого на борту самолета поведения рейс задержали на несколько часов. За полтора года работы авиакомпании таких случаев, конечно, пассажиров не было. Были в легком подпитии, покурили в туалете, но пассажиры были адекватные и реагировали правильно на замечания наших экипажей. Так что закон нашей компании такой поддерживает. Думаю, что будет лучше с точки зрения обеспечения безопасности полета. Между тем, как утверждают специалисты, поправки в законе облегчат жизнь авиакомпаниям. Однако есть тонкость с правами граждан и нарушением Конституции России. Конституция Российской Федерации говорит о том, что мы можем перемещаться свободно внутри своей страны, выезжать и въезжать в нее. Как они будут обходить этот пункт, статья 27 Конституции, мне пока неизвестно. Мнения специалистов на тему внесения поправок в законодательство сегодня разделились. Кто-то считает, что в нынешнее время они просто необходимы, ну а кто-то думает, что нужно ужесточить меры наказания так называемых воздушных хулиганов. Во всяком случае, специалисты утверждают, что перед тем, как вносить изменения в закон, нужно еще раз как следует все обдумать. Андрей Трофимов, Роман Финин, телеканал Эфир.